Здравствуйте, меня зовут Егимбаева Кирбес. Я бывшая политактивистка из города Синей. Вот уже на протяжении последних двух лет активистскую деятельность я свою остановила. Но 5 января, вот мой братик Жулатов Азиз, 2003 года рождения, 18 лет ему на данный момент, участвовал в мирном митинге города Синей с моей мамой. 5 января он отвал с моей мамой на митинг и сел на заднее сидение военной машины. Молодые ребята, получается, там за рулем был мужчина лет 40, и военная машина стояла свободная. Вот ребята к ней подошли, и мужчина сел за рулем этой машины. Мой братик сел на заднее сидение и снял себя на видео. Вау, смотрите, хамер военный, я вот в такой военной тачке. Затем эту машину они отвезли военным. Целость сохранности сдали военным со словами, ну вы что так во время службы оставляете свою машину на площади. Там на площади машины взрывают, стекла ломают. Почему вы так оставляете? Это же опасно. Вот с такими словами сдали в руки военным машину. То есть машина, которая стояла на площади, они отвезли ее военным. Он сидел на заднем сидении. То есть даже не за рулем. И теперь вот единственное против него состав преступления, там за что его держат, это видео на заднем сидении машины, которые в итоге отвезли военным. Где он говорит, вау, смотрите, хамер военный. Теперь у него статья захват здания Акимата. Что такое захват здания? Это когда ты с автоматом захватываешь здание, там, кого-то там стреляешь и держишь заложников. Он близко к Акимату не подходил. А вторая статья, участие в массовых беспорядках. Ну, массовые беспорядки, как минимум, он там должен был с кем-то драться, да, или что-нибудь делать. Нету такого. И вот по этим двум тяжелым статьям уже седьмой месяц, ровно шесть месяцев прошло. Уже начался седьмой месяц. Его держит в СИЗО города Лоскалиногорск. Как его задерживали? Шестого января. Пятого он отвез эту машину, поехал домой. Переночевал, утром пошел на работу к своей девушке. И в обед, когда он обнимал свою девушку, сидел, получается, в дверь офиса пинком врывается десять человек в гражданской форме с автоматами. Хватает Азиза и головой от стену ударяет. После чего он в крови теряет сознание. Его начинают пинать весь человек. Девушку его лицом к стене поворачивают и приставляют ружье. Если сейчас пискнешь, мы тебя застрелим. Вот с такой угрозой. Далее его пинают, пинают и забирают в центральное отделение полиции. Там еще сутки избивают дубинками, пинают по яйцам, бьют ногами, руками. Затем Затонское отделение полиции тоже сутки. И ИВС города Синей в трех местах его бьют до смерти. Слава Богу, Азиз, он ростом метр восемьдесят с лишним, там чуть ли не метр девяносто. Очень высокий парень. Очень крупного такого спортивного телосложения. Он марафонец. По 43 километра марафоны бегал. То есть такой очень спортивный, очень здоровый. Только благодаря своему здоровью он выжил. И я его два месяца после вот этого задержания не видела. Через два месяца я с ним встретилась, спрашивала, как тебя задерживали. Он говорит, я сидела в снаргийской офисе. Дальше открыл глаза, я в центральном отделении полиции и меня пинают. Получается, его забрали в сознательном состоянии. На данный момент, уже седьмой месяц, никаких отследований не проводилось. Непонятно, в каком состоянии его здоровье. Вот от моего крупного мальчика, посмотрите, какие у него руки жилистые. У него остались одни костяшки. Он страшно похудел, у него синяки под глазами. Его били на глазах моей матери, у моей мамы проблемы с сердцем. Я не знаю, ей сейчас 50 лет. Не дай бог, что что-то случится с ней такого. Я просто молюсь, чтобы она была жила здоровой, чтобы она все это смогла вынести. Зачем я вышла в эфир? До этого дня мне несколько раз угрожали, что если я буду о чем-то где-то про своего братика заявлять, то либо мою маму заберут в СИЗО, либо ему будет там хуже. Будут пытать, бить и так далее. Несколько раз в мой адрес поступали такие угрозы. Его держат только потому, что он мой братик. Только потому, что я когда-то была активисткой. И он является моим братиком. Потому, что на данный момент из города семей после январьских событий 9 человек задержанных осталось. 9 активистов и мой братик Азиз. 18 лет. Каждый раз следствие продлевают на 1 месяц. И на следственном суде прокурор, единственная причина, по которой держат его СИЗО, это проведение следственных действий. За последние 3 месяца ни одного следственного действия не было проведено. Ни одного допроса, ни одной экспертизы, никаких ознакомлений с материалами дела, ничего не проводилось. Он просто сидит в СИЗО последние 3 месяца. И каждый месяц продлевают. Якобы мы не успеваем сделать экспертизы, мы не успеваем провести допросы, нужно провести следственные действия. Я умоляю судью каждый раз. И вот наши судьи это вот отдельный тип личности. Я не знаю, это не люди, не человеческая раса. Я просто в СИЗО утопаю, рассказывая про финансовое состояние моей семьи, про здоровье моей матери, про его здоровье, про то, что следственное действие не проводилось в последние 3 месяца. И судья просто с каменным лицом зачитывает приговор, или как там, вносит постановление, да, не приговор, простите. Постановление о том, что так как надо провести дополнительные следственные действия, подливаем срок содержания СИЗО еще на 1 месяц. И так уже 7 месяцев. В связи с угрозами в мой адрес я удалила свой фейсбук. Я удалила все свои посты. Какие-либо. Я все удалила в надежде, что может быть это из-за меня он там. Может быть из-за моих постов. Может быть из-за моих видеообращений. Я написала всем, кто выкладывал мои видеообращения с просьбой удалить. Кто меня услышал, все мои видеообращения, они удалены были. Везде. Я думала просто это поможет. Ждала месяц, может на второй месяц, может на третий, четвертый, пятый, шестой и уже седьмой месяц. То, что я удалила, то, что мое молчание никому не помогает, а делает хуже. Сейчас ситуация такая, что просят подписать процессуальное соглашение. Требует подписать процессуальное соглашение. Как только он его подпишет, его отпускают подпиской о невыезде. Дальше дожидаемся суда. Суд проходит 4 года условно. И там еще ущерб причинен на Акимату. Они, получается, будут его как-то там частично выплачивать. Вот с таким условием ко мне обратились. Говорят, Кирбес, он же ваш братик, он же ваш будет слушаться. Уговорите его, пожалуйста, подписать процессуальное соглашение, иначе он не выйдет на свободу. Уже угрозы пошли такого плана, что он должен подписать процессуальное соглашение, только тогда он выйдет на свободу. 29 июня прошел очередной суд следственный, и до 29 июля, ой, до, сколько, с 4 июля по 4 августа, до, уже до августа месяца продлили его срок содержания в СИЗО. Я обращаюсь именно к общественности, заявляя о том, что вот разного рода угрозы были, но данная угроза, это уже ни в какие ворота не лезет. Что такое процессуальное соглашение? Это признание вины. Это признание того, что он захватывал акимат, участвовал в массовых беспорядках, там, что еще? И якобы, что он признает свою вину. Вот что такое процессуальное соглашение. Он его, конечно, не будет подписывать, потому что в любом случае я буду требовать его оправдания, возмещения ущерба, причиненному его здоровью. Но, на мой ответ на то, что он не будет подписывать процессуальное соглашение, ну, он сам тоже против того, чтобы подписывать процессуальное соглашение, нам отвечают, что, ну, тогда, молодец, Кирбез, много лет в активизме пробыла, вот ты чего добилась, угробила судьбу своего 18-летнего братика. И вот, поздравляю, он теперь свое 19-летие будет встречать в СИЗО. 5 июля, вот уже через 4 дня, ему исполнится 19 лет. Мальчику 18 лет было, когда он попал в СИЗО, да, 18 лет, и 5 месяцев, что ли, 6 месяцев. Половину своего, ну, самого прекрасного возраста, да, который может быть у человека, половину 18-летия он уже провел в СИЗО. Я хочу обратить внимание всех, кого можно. Кого можно и кого нельзя. Требую того, чтобы его освободили. Никакого процессуального соглашения он подписывать не будет. Хватит угрожать мне и моей матери. Ваши угрозы уже у меня вот здесь, поперек горла стоят. Я уже... Чего можно в этой жизни бояться? Всего уже. Всего, чего можно бояться, я уже устала бояться. Вот уже 7 месяцев мама, получается, лишена возможности зарабатывать на домашнем аресте. Последние 5 месяцев на домашнем аресте. Два месяца она находилась в СИЗО. Каждый месяц в неделю один раз я отправляю ему передачки, обеспечения мамы. И уже 7 месяцев вот этой СИЗО я тащу ответственность за своего сына, за моего, за братика. Мне уже ничего не страшно. Я поняла, что во мне достаточно сил. Сил ровно столько же, сколько и проблем, да? Сил даже больше. Поэтому... На ответ на ваши угрозы это угрожайте сколько можете. Бог мне даст столько сил, сколько вы мне сделаете проблем. Это однозначно. Но в любом случае, профессиональное соглашение здесь подписывать не будет. Я буду стучаться во все двери, во все СМИ. Ко всем журналистам буду обращаться. И уже путем общественности и массовой огласки буду требовать его освобождения. Моя ошибка была в том, что я 7 месяцев ждала. В надежде, что это из-за меня и если я замолчу, у вас освободят. Но чем больше молчишь, тем хуже они делают. Вот это я поняла. Хотя мне не раз говорили, что если ты будешь молчать, тебе будут делать хуже. Но я первый раз в жизни не молчала. Всю жизнь я не пробовала использовать метод молчания. Метод молчания я испробовала, он не работает. А работает метод огласки. И я буду придавать огласке. И буду требовать его освобождения. На данный момент вот в два раза меньше стало. Просто вот кожа на кости, синяки под глазами. Каждый раз, когда я хожу с ним на свидание, он улыбается. Говорит, все хорошо. Чтобы мама лишний раз не переживала. Чтобы я не переживала. В СИЗО лекарства не принимают. Никаких медицинских обследований не проводят. Очень важно, чтобы он вышел и проверить его здоровье. Потому что после того, что его там три дня подряд пинали, самый главный наш страх, что по половым органам пинали его. И не дай бог он останется без потомства, без возможности стать отцом. Вот это самый главный страх. А то, что там работа, судьба, не судьба. Азиз у меня очень умный парень. И без работы и без денег он точно не останется. А вот здоровье, ни за какие деньги не восстановишь. Мы очень переживаем за его здоровье. За его психологическое состояние. Он достаточно осознанный мальчик. И морально он тоже все вынесет. Ну вот, а здоровье никто его не восстанавливает. И уже 7 месяцев он без обследования. Прошу придать максимальной огласке о том, что после пыток 7 месяцев он продолжает находиться в СИЗО. И спустя 7 месяцев нам говорят, что либо он признает виной, прописывает под своим соглашением, либо будет сидеть дальше непонятно сколько. Спасибо за внимание. Прочитаю комментарии. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...